Всем привет. Поиграем сегодня. Вспомним игрушку названием Септер 7. Давно когда-то проходил. Прикольная на самом деле игра. Ну и вообще серия Септерс. Поселенцев. Вспомним, что тут. Ну сейчас первое миссиное обучение будет. После катсценки. В стародавние времена величайшим сокровищем Тандрии были не земли, не скот, не даже золото, а корона справедливости, которую могли носить только те короли и королевы, чье правление приносило стране благоденствие. Но шли годы. Войны и алчность развращали души правителей и в конце концов не стало никого достойного носить корону. И ее спрятали далеко и надежно. Она почти превратилась в легенду, ожидая пока появится новый достойный претендент. Отец, ты звал меня? Да, дитя мое. Проходи. Твое заветное желание исполнится совсем скоро. Соседнее королевство Тандрии в полном смятении. Несчастного короля Бальдора, Сверглистрона, Лорд Вольверинг и Черный Рыцарь Дракариан. И теперь они пытаются взять власть над Тандрией в свои руки, но мы не можем этого допустить. Зои, час, которого ты так ждала, настал. Пришло время тебе стать королевой. Зои, отправляйся в Тандрию и покори ее. И я сам провозглашу тебя королевой в твоей собственной стране. Конечно, отец. Твоя воля будет исполнена. Жажда власти. Как она может восстанавливать? Детский разум. Да, да, да. Так Зои отправилась в Тандрию на встречу со старым другом и союзником своего отца. Он должен был словом и делом помогать ей в трудной миссии покорения Тандрии. Так, я против вот этого. Кто такой? Я не помню. Сейчас нам на турнику. Я думаю... Так все и началось, да. На самом деле, игрушка, когда вышла, ни в каком году вспомнить, блин, уже не могу. Требовательная была. Ну, давайте уже. Пропускать не хочу. Вот это я помню вступительный ролик. Как бы начало. У хромового кабана. Талерна. Добро пожаловать в Тандрию, принцесса Зои. Мы вас ждали с нетерпением. А вы должны быть борс. Отец отзывался о вас хорошо. Он говорил, что вы знаете Тандрию, как свои пять пальцев. Его величество преувеличивает. Но я действительно знаю эти земли. Великолепно. Тогда вы, конечно же, поддержите меня на первых порах. Всегда в вашем распоряжении, миледи. Всегда к вашим услугам, принцесса. Для начала предлагаю обследовать окрестности на предмет наличия полезных ресурсов. Ну, это, конечно же, шахты. А нам везет. Поблизости есть богатые залежи камней и большие леса. Это облегчит постройку вашего первого поселения. Поселенцы. Управление мышью. Колесиком. Есть. Есть. То есть нам управление дают. То есть вот так камера крутится. Камера вам резковата. Ну, единственное, только я что-то вроде в настройках синхронизации включена. Тут что-то не пойму. Вот так как разрывы есть как-нибудь. Ну, ладно. Переживем как-нибудь. В общем, что нам нужно сделать? Подальше. Поближе. Обзоры перемещать камеру. Это самый максимум, что я могу отдалить. Самый максимум, что я могу приблизить. Правой мышкой не двигать. Тут на центральном конкурсе содержишь ролик. И поворачиваешь. В общем. В общем, чтобы получить дополнительную информацию. Превосходно. Если вы хорошо ориентируетесь, значит, всегда в курсе событий. Это ключ к успеху. И что же мне нужно сделать? В этой деревне раньше жили счастливые поселенцы. Так, меню строительства. Но когда лорд Вольверинг принес в тандрию хаос и разорение, искнав нашего любимого короля, многие оставили свои деревни из страха перед грабителями и мародерами. Мы можем строить улицы. Принцесса Зои, я предлагаю сначала восстановить эту деревню и вернуть Манфельдену его былую славу, как при короле Бальдере. В общем, добыть камни нам нужно. Камни у нас, я понимаю, вот они, залишь камни. Но чтобы их добыть, нам нужно... Так. Нам нужно побольше, чтобы было. Ади. А повернуть можно? Как-нибудь, как-нибудь, здание-то. Не хочет. То есть она сразу примагнитивается к зданию. Так, здесь мы каменоломня. Здесь, наверное, тоже каменоломня. Пусть будет две. А тут оставим, пока не будем. Можно три построить, но мне нужно две всего лишь. Сейчас, когда построить, туда рабочих надо нанимать. Где-то строитель, таверна. Склад наш. Да, чем ближе к складу и неподвестных источников ресурсов, тем быстрее доставляют. Как всегда. Строитель. Так, нам нужно сейчас будет строить. Нельзя. Пока нельзя. Ну, в общем, нам нужно построить будет сейчас лесорубов. Это здесь камни, так понимаю, да? Здесь 70, здесь 10, 10. Всего 70 получается, да? 2, 4, 6. Да, 70. По 10 камня каждая скала. Прикольно наблюдать за ними. Вообще, вот игрушка, на самом деле, вот. Фишка ее в том, что можно наблюдать за жителями, как они там что-то там делают. Кто-то бежит, что-то несет, там спешит, строит и так далее. Кто-то ест. Таверня. А это вот стоят бездельники. На самом деле, рабочие. Вот они, трое строителей. Так, они здесь построили, получается, у нас. Я не помню, тут нанимать нужно, кого-нибудь нет? Или они сами приходят сюда? А, так они сами. Ну, да, они сами пришли, они добывают. Что мы построим? Горно-промышленная база, то есть можно угольную шахту, рудник, золотой прииск, металлоплавильник, каменоломня и углевыжигающий завод. Углевыжигающий завод, это как раз таки из дерева. Будет зжигать дерево. Дерево у нас много. Я думаю, получится построить сейчас. Ну, пока нам не доступны, ни улицы, ничего. У нас есть вот какие-то улицы изначально. Великолепно! Каменотесы добыли достаточно камня на первое время. Вот, тебе нам жилье нужно, жилье. Жилье... Камень крайне важный ресурс. Так что всегда обращайте внимание на свои запасы. Дом, ладно, здесь строим. Тут чего. Теперь вам нужно обеспечить ваших поселенцев жильем. Стройте бараки и дома. Нам нужно троих поселенцев. Отличный, чем все. Здесь, кстати, можно, по-моему, в скорости увеличить игры. Если не ошибаюсь. Посмотрим, как он строительно сработает. Он там трудится молотком. Хорошая работа, принцесса. Вы отлично справились с первым шагом к восстановлению Манфельдена. От ныне у жителей Манфельдена больше не будет проблем с жильем. Так, мне нужно, значит... Теперь нам очень нужны доски. Доски у нас будут здесь добываться. Да, здесь. Напротив можно построить склад. Тут же склада нигде нету. Хотя пока тут доску губить. Но я вот здесь построил что. Вырубим там, пойдем в воду ловить рыбу. А что здесь можно сделать? Вот здесь мы... Значит, здесь лесоповал. Здесь лесоповал. А здесь лесопилка. И сейчас построим склад сразу. Склад у нас вот так выглядит, да? Ну, почему красным? Ну, вот нормально, в принципе, склад здесь. А тут вот один у нас есть. Вот, бегут строители строить склад. Нет? А, они сюда пришли строить. Ну, понаблюдаем. Нам не сделают подсказку, как наладить производство. Да, кстати, проверить хотел. Микрофон вроде пишет. Все нормально. Все, мы построили. Сейчас доски у нас будут производиться. И здесь, и здесь лесоповал. 52% эффективности. Сейчас склад принесут. Вернее, склад будут сделать. Нет, не хотите склад делать? Давайте склад делать. Посмотрим, что мы к этому хватим. Панель задания мы удаем. Отлично. Доски сейчас осталось произвести. Потом, в дальнейшем, надо будет армию строить. Казарну. Нападать. Отнимать. Ну, понятно же, это стратегия. Кажется, стратегия такая, практически. Сначала строишь, потом вывозь ресурсы. Армию набираешь и нападаешь, отбиваешь территорию, там новые ресурсы и по-новым. Отлично. Вы успешно наладили производство досок. Досок или досок? Наравне с камнями доски крайне важны для строительства. Камон, наверное, сейчас дадут нам. Моя принцесса, боюсь, мы не одни. Совсем недалеко от нас расположен лагерь Рамирза, союзника лорда Больберинга. Что он задумал? Хочет помешать осуществлению наших планов. Может, нам удастся с ним договориться? При всем уважении, принцесса, но с преступниками нельзя договориться. И что же вы предлагаете? Пусть говорят поступки. От них больше толку, чем от пустых слов. Что ж, да будет так. Принцесса, взгляните сюда. Да, нам надоутся построить дальше. Но, по-моему, наши... Здесь скрывается Рамирес. Здание наше останется? Я уже не помню. Предлагаю воспользоваться внезапностью и напасть. О, да, как раз. Форпост. Форпост. Нам понадобится армия. Чтоб захватить форпост. Даже не думайте подходить ближе, принцесса. Я вас раздавлю, как комара. О, какой он. Армии нужно питание. Так, питание. Наводите цепочку по производству хлеба. Хлеб. Она нам очень пригодится для следующего шага. Кстати, давай сейчас сделаем хлеб, будем производить. Вот здесь вот будем. Здесь склад рядышком. Рядышком склад. Вот так вот. Хлеб. Здесь у нас раз, два. Мельница. Нет, здесь у нас будет производиться еще побольше сделаем ферму. Сейчас напротив мы сделаем еще одну ферму. Тут вот, наверное, да? Тут у нас будет мукомольный завод, скажем так. А здесь будет у нас производиться пшеница. Мельница. Так, дорога. Вот. Вот теперь дорога. Как строится дорога? Вот так вот дорога строится. Легко и просто. Здесь камень. Ну, давай. Том, почему не могу дом расширить? Еще не дают на расширение дома. Наши ресурсы. Золото 100. Простая пища 0. Дорогая пища 0. Посмотрим, что у нас есть здесь. Дерево. Кстати, вот дерево мало. Нам надо будет построить еще одну. Где у нас лесопромышленная база? Вот так вот как-нибудь. Вот так вот. Давай так, оп. Здесь раз. Здесь два. А здесь три. И дорога. Так. Вот так будет пусть. Нормально. Пусть строят. Отлично. Вы наладили производство муки. Конечно. Теперь для того, чтобы печь флеб, нам понадобятся пекарни и колодец. Вот. Да. Пекарни и колодец. Вопрос. А как их построить? Пекарни. А где отстроится? Так. Гумажный завод. Катская пиварня. Пекарня. Ага. Вот она, пекарня. А смотри, не полез, куда перенесли. Так. Пекарня. И все. Давай, у нас будет две пекарни. А сюда мы куда-нибудь построим еще этот, как он называется-то. Где войска делаются? Казар. Да. Хлеб сейчас будет печь. Ну, у нас здесь пекарня. Там, в принципе, посередине склад нормальный. Отсюда сюда, отсюда сюда. Чего нет? Места недосягаем до работы. Смысл недосягаемого. Это плохо. Ну, погоди. Ну, тогда придется снести. Не будет здесь у нас дорожку здесь сделаем. Нормально, в принципе. давайте хлебушку сейчас мы будем с мельницей. Не работает мельницей-то. А если еще одну мельницей построю, ну-ка. Можно мельницей построить? Пусть попробуем две мельницы, побольше муки было. Всевосходно! Теперь вы можете печь хлеб. Так, теперь нам нужно сделать что? Сейчас мы это закроем. Ваш генерал ожидает приказов вашего замка, но в одиночку ему никак не захватить лагерь Рамиреса. Нужны войска. Войска у нас в казарме. Наймите солдат в таверне за хлеб и отдайте под командование вашему генералу. Необходимые для этого деньги я вам предоставлю. Значит, в таверне за хлеб. Сколько я могу нанять? Сколько нужно? Давай, штук 20. Все, вот как раз нормально. За хлеб. А эти не дай мне переключать. Ну, копеносить все-таки. Хотя бы за хлеб работают. согласны. Пока здесь никому нет. Вот только двое копеносов. А, вот нападать. Все, я вспомнил. И сюда, вот чпок, и все. И в атаку. Я понял вас. Экономик наш. Ну, в принципе, дерево нормально. Ко мне тоже. Хлеба маловато. Муки нормально. Пшеница нормально. Рыба нам. Так. Отпусти. Чего там? 30. Значит, чтобы население наше можно было увеличить. Вау, вон он что. Где? То есть, дом, около дома можно делать мельницу. О, интересно. Слушай, а я сюда вот это несу. Да. Делаю здесь еще одно поле. Амбар построю. А здесь мирницу одну сделаю. Иди пекарню. А здесь что здесь можно построить? Дом. Не, я зря начал строить. Снести тогда пекарню. да. А здесь нажал пшеницу то есть хлеб пекарня вот тут будет пусть разбросано хотя бы подальше, но ничего страшного. Чего я могу еще построить? я не могу построить, потому что не хватает дом. Нужен дом. Тут нельзя строить. Ну, давай сюда сейчас построим дом. ну, давай, давай, ну, че ты. Ну, хотя бы так, ладно. Производ пока ничего не надо. наблюдаем пока нибудь стройку. У меня опять у них трое. Нужен дом, чтобы увеличить численность своего войска. Бойска. Давайте строить дом быстрее. Ну, наконец-то начали строить дом. Как штурмовать раидеря, как тренировать солдата, генерала. Я думаю, разберемся. Вспомним, как это было. Ну, она отличается немножко, седьмая часть, по-моему, от предыдущей, от шестой, пятой. Там территорию ты увеличиваешь, и тогда они сами нападали. Так, уже неплохо. Значит, еще один дом нужно построить. Давай-ка здесь вот дом построим где-нибудь. Домик вот здесь, вот так вот от него дорожку сюда. отлично. Семь против трех. Я думаю, сейчас выиграем даже семь против трех выиграем. Ну, ладно, хотя бы до десяти сейчас нам счет четырех дадут. Одиннадцать будет, наверное, да? давайте-давайте. Так, что это значит? И подкатить жилье. Понятное дело, некуда. 36 из 38. Так, все равно неплохо. Это я, вот, Tempo Play. не забываем. Вот, девять, десять. Ну, хотя бы десять. И давай так. В атаку одиннадцать человек. Да, я как сказал, одиннадцать человек. Потом сейчас построят у нас там побольше будет. Вот он, генерал или кто это у нас со своими войскам. придут такие. Не спеша. В атаку. Невинны пустые. Вот он, вот. Отбиваться они. Идут отбиваться. Давай, остановись. Давай. В атаку. Тракор. мы одного потеряли. Пусть остались. Мы с вами тесно, да? Мы мощнее будем. в атаку. Почти. Чуть не потерял. Ангелочек полетел. Душа. Так, он сдается уже. Все. Белый флаг. Все, сдается. Наша территория. Все, захват пошел территории. Он уходит дальше. Потом дальше мы нападаем. У него городишко. Нормальный такой городишко. Я смотрю, он расстроился. Неплохо. А что мы тут захватим у него? Лес, склад. Сейчас посмотрим и захватываем. Чем больше хвост, тем быстрее захватывается по-моему. У нас там все нормально, да? Золотишко. А, муки не хватает, смотри. Муки не хватает, чтобы печь. Все, захватили. Ура! Победа за вами! Но в следующий раз не надейтесь, что вам снова повезет. Вернулись опять к своей поверне. Хорошая работа, принцесса. Вы собрали свою первую армию и просто блестяще продемонстрировали свою военную смекалку. Пусть это послужит Рамирезу уроком. Отлично. А против чего на самом деле борются Рамирез и лорд Вольверинг? Эти двои гнусные разбойники. У них нет иной цели, кроме как вырезать на корню все население Тандрии. Именно они свергли нашего любимого короля Бальдера. А я слышала, что король Бальдер был безжалостным тираном по отношению к своему народу. Это все грязная ложь. Его величество был мудрым правителем. Но разве народ может это понять? Победа за вами. Все. Претендент на трон. Открыто достижение. Заработать можно монеты. Купить новое игровое содержимое. 100 монет. В общем, можно дальше продолжить играть здесь, развивать, а можно продолжить кампанию в следующем миссии будет. В общем, это Historic Edition по-моему от Ubisoft подкуплены стимную. Как вам старая добрая стратегия? На самом деле по времени есть прохождение. это первая миссия обучающая была, она быстро проходится. Дальше битву будут затягиваться, будут миссии затяжные такие. Не знаю, на 2-3 придется даже резать. Поэтому стратегии не знаю, выкладывать как вы думаете, стоит в комментариях, в просмотрах, посмотрим. Пишите как вы думаете, продолжите или не продолжите. На этом все. Закончил, я думаю. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте. Все уведомления там тоже ставьте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok